Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦНЕФ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Телескоп РФЦНЕФ исследует Вселенную. С космодромом Байконур состоялся запуск астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Разработанный РФЦНЕФ аппарат «Тянок» соответствует требованиям безопасного применения. Началась отработка медицинских методик его применения. В малом зале Центра культуры и досуга в НИФ прошла встреча директора Департамента информационных технологий Госкорпорации «Русатом» с пользователями IT-услуг. РФЦНЕФ начал отработку медицинских методик применения аппарата для терапии оксидом азота «Тянокс». Работы проводятся в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова в двух клинических группах – взрослые пациенты и дети. Разработчики «Тянокс» обучают врачей работе с аппаратом. Присутствуют на операциях, отслеживают методики применения аппарата в реальных условиях. «Тянокс» – это компактный аппарат для инколиционной терапии оксидом азота – НО. Оксид азота широко используется в медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения. Воздействие НО на уровень легочного давления было открыто еще в начале 90-х. А в 1998-м за открытие воздействия оксида азота на сердечно-сосудистую систему была присуждена Нобелевская премия по медицине. Но, тем не менее, и по сей день использование НО в медицине сопряжено с определенными трудностями. Во всем мире сейчас оксид азота для ингаляций действительно делают химическим методом на стационарных станциях. Его заправляют в баллоны, и уже баллоны с оксидом азота доставляют к месту проведения терапии, то есть в поликлинике, больнице, кардиоцентре. Этот подход, естественно, неудобен, дорог, сложная логистика, и тем более, что оксид азота недолго хранится в баллонах, он переходит в НО-2. Все эти ограничения оказались для России настолько существенными, что у нас этот метод терапии практически не применяется. Поэтому необходимость в компактном аппарате, который бы смог синтезировать оксид азота, что называется, назрела. Аппарат Тианок синтезирует оксид азота в газовом разряде из окружающего воздуха непосредственно во время проведения терапии. При этом он также подает его пациенту и непрерывно мониторит эту подачу. Для работы аппарата нужно только электричество. Мы в НПЦФ разработали технологию синтеза оксида азота в газовом разряде из окружающего воздуха. В воздухе есть и кислород, и азот. Мы так подобрали характеристики разряда, что выделяем эти монеты, соединяем их в разряде, и в результате плазмохимической реакции получается нужный нам газ НО, чистый медицинский газ. Врач ставит около койки больного или около операционного стола такой прибор и синтезирует оксид азота. Более того, аппарат сам доставляет его в дыхательный контур пациента, и сам происходит отбор непосредственно перед маской пациента пробы на газоанализ. То есть врач в режиме реального времени на мониторе может видеть, какую дозу оксида азота он подает пациенту. Возможность синтезировать оксид азота во время терапии позволяет полностью отказаться от использования баллонов и существенно повысить доступность такого лечения в практической медицине самых разных отраслей – кардиологии, пульмонологии, при лечении абдоминальных заболеваний, ожогов, ран и так далее. По мнению академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Александра Чучалина, повсеместное внедрение аппарата для терапии оксидом азота Тианокс в медицинскую практику позволит увеличить среднюю продолжительность жизни в России на 2,5 года. Вообще потенциальные потребители этого аппарата – это блоки интенсивной терапии, отделение анестезиологии и реанимации, кардиоцентры, перинатальные центры, отделение неонтологии. Вот в неонтологии, например, одной из основных проблем является легочная гипертензия, то есть высокое легочное давление у недоношенных детишек. Вот в Америке таким детишкам в инкубатор подают оксид азота из баллонов, и это дает им время, пока сам организм не станет вырабатывать ино, продержаться и не умереть. Вот у нас, к сожалению, так как отсутствует такой оборудование, такой практики нет, и эти дети умирают. Второе – это тоже связано с детской медициной. Когда детишкам больным, так скажем, с различными сердечными патологиями делают операцию на сердце, проводят ее успешно, все хорошо, но когда выводят из наркоза, часто бывает резкая легочная гипертензия, и ребенок умирает. Операция проведена успешно, а вот из-за этих побочных эффектов наркоза не удается его спасти. Тоже, если в это время он будет дышать оксидом азота, давление будет сдерживаться. РФИАЦ ФНЕФ начал отработку медицинских методик применения аппарата Тианокс в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Ранее аппарат прошел технические испытания в лабораториях Росздравнадзора и Ростеста. Санитарно-химические и токсикологические испытания в аккредитованных центрах, а также первичную клиническую апробацию в ведущих кардиохирургических клиниках страны. Всего были проведены испытания аппарата на соответствие более чем 230 параметрам. Результаты подтвердили, что аппарат соответствует требованиям безопасного применения. Аппарат Тианокс стал победителем конкурса «Патент года 2018» на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина и удостоен главного приза Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время» в Севастополе. Разработка защищена пятью российскими патентами. Вывод на рынок аппарата Тианокс запланирован на конец 2019 года. Телескоп ART-XC, созданный в РФАЦ-НЕФ совместно с Институтом космических исследований РАН, успешно выведен на орбиту в составе астрофизической лаборатории «Спектр-РГ». Запуск состоялся с космодромом Байконур 13 июля. Как рассказал один из разработчиков, начальник отделения Института лазерно-физических исследований РФАЦ-НЕФ Сергей Григорович, ART-XC – первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения, с применением полупроводниковых детекторов на основе КАДМИТЭЛУРА. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз. «Спектр-РГ» – российский проект с германским участием, нацеленный на создание детальной карты Вселенной. Обсерватория состоит из двух телескопов – российского ART-XC, способного работать в жестком диапазоне рентгеновского излучения, и германского Яросита, рассчитанного на более мягкий энергетический диапазон. Такая широта охвата с высокой чувствительностью позволяет обсерватории выявить необнаруженные ранее астрофизические объекты и сделать в 30-40 раз более чувствительный обзор неба. С помощью «Спектр-РГ» исследователи рассчитывают открыть несколько тысяч новых источников за пределами галактики и детально изучить черные дыры. Ознакомиться с ключевыми проектами Росатома на 2019 год и стратегией развития ядерно-оружейного комплекса в области цифровых технологий. В Малом зале Центра культуры и досуга в НЕФ прошла встреча директора Департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» с пользователями IT-услуг. Подробности далее. Повышение уровня компетенции сотрудников, увеличение темпа роста производительности труда, увеличение скорости принятия управленческих решений. Эффективность по-прежнему остается ключевым приоритетом в развитии цифровизации на предприятиях атомной отрасли. Но чтобы понять, действительно ли те или иные проекты приносят пользу и помогают достижению поставленных целей, необходима обратная связь. Это и стало одним из главных поводов встречи директора Департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» с сотрудниками ядерного центра в НЕФ. В НЕФ один из флагманов цифровизации в Российской Федерации. И в этом плане очень важно не забывать, что за каждым успехом стоит человек. И когда мы вот такие встречи проводим, видно, что люди вовлечены, люди заинтересованы, люди болеют за свое дело. И мне кажется, что это один из самых больших показателей, который характеризует положительную сторону прошедшей сегодня встречи. Клиентоцентричность – это одно из приоритетных направлений Госкорпорации. И мне кажется, очень важно, когда есть инструменты обратной связи и взаимодействия с людьми, которые являются потребителями IT-услуг. Мне кажется, что такие встречи являются определенным шагом, еще одним моментом на пути к тому, чтобы удовлетворенность людей повышалась. И они чувствовали, что «Росатом» – это одна большая корпорация, которая решает глобальные задачи. Во время встречи сотрудникам ядерного центра в НЕФ были представлены ключевые проекты Госкорпорации «Росатом» на 2019 год. Всего их восемь, и они охватывают многие сферы жизнедеятельности предприятий. Внутреннюю инфраструктуру, работу с персоналом и научно-справочной информацией и другие. Но объединяет их одно – все программы направлены на импортозамещение. Технологическая независимость от зарубежного программного обеспечения – ключевая задача в развитии цифровизации Госкорпорации. Мы, как государственные корпорации, не можем стоять в стороне от процессов, идущих в Российской Федерации, от процессов обеспечения технологической независимости страны. Здесь «РФИАЦ ВНЕФ» играет большую роль с импортом, независимым комплексом цифрового предприятия. И мы всерьез делаем так, чтобы импортонезависимые решения внедрились в практику работы всего Росатома. Сегодня в России отсутствует методология проектирования цифровых предприятий, основанных на передовых технологиях шестого технологического уклада. Применение такой методологии необходимо при проектировании новых производственных линий, техническом перевооружении предприятий и интегрированных структур. Комплекс программ «Система полного жизненного цикла изделий цифровое предприятие» создан по заказу Минпромторга России. И он позволит сформировать сквозные требования к различным видам архитектуры предприятия – индустриальной, технологической, информационной и процессной. В настоящее время система внедряется на предприятиях Госкорпорации Росатом, а также в Татарстане – в рамках соглашения между Госкорпорацией Росатом и Республикой Татарстан. На сегодняшний день Российский федеральный ядерный центр, имея большое количество направлений, стал фактически таким лидером в части цифровых технологий. Именно разработка цифровых технологий. И не только для себя, не только для Росатома, но и для отраслей промышленности, гражданских и военных. Стартовала программа по созданию системы полного жизненного цикла цифровое предприятие для отраслей оборонно-промышленного комплекса. На сегодняшний день сформированы проектные команды, сформирована широкая кооперация, определено 17 проектов. И на сегодняшний день мы начинаем полномасштабную, серьезную разработку отечественного импортонезависимого программного обеспечения, которое позволит сделать импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе. Встреча длилась несколько часов. Ее посетило более 100 ключевых пользователей корпоративных информационных систем и потребителей информационных услуг, предоставляемых в РФАЦ ВНЕФ. И сразу после выступления докладов у каждого появилась возможность задать представителям госкорпорации интересующий вопрос или озвучить проблему. Пришли послушать последние нововведения и перспективы развития госкорпорации. Очень полезно было послушать и, в принципе, даже в процессе докладов и озвучки вопросов пользователей. В принципе, ответы мы все получили. Практика подобных встреч с IT-руководителями госкорпорации «Росатом» будет продолжена. 8 июля вся страна отмечала один из самых светлых праздников лета – День семьи, любви и верности. В нашем городе в этот день чествовали многодетные семьи, в которых в первом полугодии этого года родились малыши. Одним из тех, кому в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении малыша, стал сотрудник конструкторского бюро Иван Вилов. О том, каково это быть многодетным отцом и как совмещать семью и работу, расскажем далее. Увлеченный, ответственный работник или внимательный и заботливый отец. Пока одни выбирают между карьерой и семьей, Ивану Белову с успехом удается совмещать обе роли. Вечерами и по выходным он заботливый муж и любящий папа. В будний днем – старший научный сотрудник конструкторского бюро, где главная задача – достижение целей, поставленных перед ядерным центром ВНЕФ, руководством страны и госкорпорацией «Росатом». Работа очень увлекательная, творческая, интересная, за что хочу выразить отдельную благодарность нашим руководителям, за их неравнодушный творческий подход и добрый, главное. Да и зарплаты не обижают. Совмещать карьеру и роль главы большой семьи непросто, признается Иван. Но все же работа на государственном предприятии отличается стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне и хорошим социальным пакетом. Известно, что коллективный договор ядерного центра ВНЕФ признан лучшим в атомной отрасли. У нас в коллективном договоре есть такие меры поддержки, как годовые выплаты, в случае, если доход на одного члена семьи снизится меньше полтора проджиточных минимумов. Ну, хотелось бы, наверное, какого-то индивидуального подхода в ипотечной программе ВНЕФ по покрытию кредита и ипотеки. Во-вторых, хотелось бы иметь какую-то стабильную курортную программу для всей семьи, а не только мать и дитя, а для одного ребенка. Оберегать семейный корабль от всевозможных неприятностей и заботиться не только о настоящем, но и о будущем семьи. Такое видит свою задачу многодетный папа. Иван принимает активное участие в спортивных мероприятиях, которые регулярно проводятся в ядерном центре. Соревнование для него не только возможность поддержать себя в хорошей физической форме, но и отличный повод провести время с семьей и приведет детям любовь к спорту. Это вдохновляет. Вот это большое собрание всех спортсменов, это заряжает. У Ивана четверо детей, две девочки и два мальчика. И все они разные по характеру. Кто-то любит читать, кто-то заниматься спортом, кто-то играть в настольные игры. Но Ивану это нравится. Один мой знакомый многодетный отец сказал, что у детей лежит душа к тому, той нишей, которая не занята другими детьми. Поэтому они сами найдут свой путь развития. А наша задача – это направить. Иван проводит много времени на работе. Но несмотря на это, он не считает, что все домашние хлопоты должны лежать на плечах супруги. Он с уважением относится к ее труду и старается помочь при каждой возможности. Я стараюсь не делить дела, а стараюсь делать то, что в данный момент я могу делать, на что хватает времени, чтобы облегчить труд супруги. По субботам семья Беловых посещает церковь. А в воскресенье они проводят время за играми, отдыхают на природе, гуляют по городу. Неважно, чем заниматься, главное – в кругу родных, считает Иван. Потому что время, проведенное семьей, бесценно. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.внеф.ру. И в эфире канал «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.